Абакан вновь принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Ранее столица Хакасии уже побеждала и благодаря федеральной поддержке масштабное преобразование ожидает Парк Победы. На очереди городская зона отдыха. Абаканцы объединились в команды, чтобы высказать свои пожелания. Плюсы и минусы отмечаем. То, что нам нравится и чего не хватает. И пока думаем над тем, что бы мы хотели предложить здесь. Ну, конечно, это лучшее обустройство нашего замечательного пляжа. По большему мест для отдыха. Хотелось бы, чтобы в отдаленных местах у нас освещение было, туалеты организованные, мусорки. Больше мест каких-то отдыха, таких, знаете, интересных, локационных. Чтобы каждый человек, наверное, мог найти себе именно то укромное место, скажем, да, или то интересное место, с которым бы у него были потом приятные, добрые воспоминания. Отдельное место, может быть, для влюбленных. Отдельное место для встреч каких-то спортивных. Отдельное место для встреч культурно-досуговых. И так далее. Разработкой проекта по благоустройству парка культуры и отдыха с начала этого года занимается городская администрация совместно со столичными экспертами консалтингового пюро. Мы в данном случае будем ориентироваться больше сценарного подхода. То есть, например, люди хотят разместить, там, не знаю, территорию для детской площадки на одном месте. Да, мы понимаем, что, значит, людям не хватает мест для игры с детьми. И, соответственно, ищем какие-то дополнительные сценарии, как это увязать для того, чтобы люди могли провести друг с другом время с детьми и так далее и так подобное. И вот огромное количество функций, которые есть там, нам покажет, с какой конкретно целевой аудитории из горожан, да, есть дефицит определенный. И мы будем это проектировать. Я тоже житель города, вон я свои воспоминания тут написала, приятные. Ну, вообще, это проектный семинар, конечно, больше жителей, чем специалистов, поэтому я в основном слушаю мнения своих друзей по команде. И мы вместе определяем, что хорошо, что плохо, что недостаточно, что еще нужно в нашем парке сделать. В числе предложений сделать отдельный пляж для людей с ограниченными возможностями. Как вариант оборудовать спуск к воде и поставить специальные шезлонги для инвалидов. Кроме того, абаканцы хотят в зоне отдыха, ландшафтное оформление, медпункт, кафе, летний театр и вышки для прыжков. Для нас эта территория очень отдалена, поэтому мы все равно болеем за наш город и хотим, чтобы парк культуры и отдыха был современным, удобным, привлекаемым. И тогда мы будем туда ездить отдыхать. Между островами здесь, острова, мне хотелось бы увеличить глубину дна, потому что там по коленах глубина. А здесь ребята занимаются спортом, между прочим. Это моя боль, это основная моя задача. И пляж. Да, пляж по пляжу. Ну вот так строить. Здесь бы мы хотели завести побольше песка. Побольше песка. Кабиночек побольше. Кабиночек. Да, нежанок. Учитывая пожелания горожан, подрядчик сформирует общественно-техническое задание. По нему начнется проектировка территории. Проект должен быть готов до 1 июня. Результаты конкурса станут известны в сентябре этого года. Напомним, данный конкурс проводится по поручению президента страны Владимира Путина с 2018 года. И входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости.